ПЕСНЯ Мы переходим плавно к третьему вопросу повестки, в которой звучит «Борьба за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы». Для доклада приглашается Андрей Анатольевич. Федя. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Федя Андрей Анатольевич, город Королев. На данный момент оператор-наладчик Санбаб ЧПО за ОНППМР. Повышение заработной платы до состояния рабочей силы. Это надо в этом сначала немножко разобраться с людьми. Когда разговариваешь… Сейчас я. Да нет. Такое ощущение, что недопонимают далее, что такое зарплата, что такое цена, что такое стоимость рабочей силы. Когда вот показываешь, допустим, газету «За рабочее дело», в которой есть таблица расчета стоимости рабочей силы, настолько кажется наглядной, все понятно. Все равно люди немножко не умевают, что много еще, что-то там начинают подумать, зачем это, зачем-то, и говорю, ну ты свою составь таблицу, впиши туда, что хочешь, что тебе нужно, что не нужно, лишнее вычеркни. Но все равно вот это на 1 декабря 2017 года по городу Новомосковск в ценах 2017 года здесь 203 тысячи 400 рублей с копейкой. В принципе, плюс НДС надо добавить, получится где-то 435 тысяч. Здесь все самое необходимое вписано. Это жилье, питание, детские сады, коммуналка и так далее, транспорт, учеба и так далее. Вот это и есть стоимость рабочей силы, то есть все то, что необходимо человеку для нормального существования и развития. А если мы говорим о развитии, то наши государства должны развиваться, даже по законам и бюджетам, но очень много у нас прав и свобод в Конституции, очень много прописано, мы должны все развиваться. Столько свобод и прав, правда, вот выборы прошли, недавно люди выбрали гаранты Конституции, что-то эти права и свободы как-то никому не чем, не гарантируется все-таки. Вот. Получается, дело все в наших руках опять. И те 30%, которые вы пошли на выбор, из них 20 проголосовало. Все-таки у них что-то опять пробуксовывает. Значит, пойдем дальше. Этот вариант не работает, я думаю. Вот стоимость рабочей силы, как вот докеры посчитали, первый раз вот такую таблицу создали, вместе с фондом рабочей академии, вполне по-другому никак и нельзя и понять, так как сущность вообще работает. То есть, только мы много слышим о работе, о труде, что надо трудиться, от работы отдать или сами говорим, что надо работать, надейте, мать, мать. Такое ощущение, что вот кругом одни роботы, и у них в голове кроме труда ничего нет, а труд, он должен быть ради чего-то. Ради чего? Ради жизни. А жизнь из чего состоит? Жизнь состоит из времени и материальных благ. Я даже не знаю, как люди объясняют, надо наглядно, чтобы они вот у них в голове заседали. Это вот время и материальные блага. Это вот наша жизнь в детском состоянии. А в Конституции также еще написано, что осуществление, в 19 стадии, части 3, осуществление одними гражданами своих свобод и прав, не должны никоим образом препятствовать другим гражданам осуществлению их свобод и прав. Ну, конечно, это буржуазная Конституция, никто ее не гарантирует нам исполнение. Ну, давайте мы, у нас должна быть какая-то преамбула, откуда мы должны исходить, из чего вообще. Мы исходим из разных, из равных прав. Из равных. Ну, если у нас все члены нашего общества, у них равны права, пусть там кто-то собственник, кто-то наемный работник, причем еще права равны, значит, мы должны как-то стремиться к какой-то компромиссу, хотя бы, чтобы нас не убивали. Потому что, если взять, допустим, мрот и минимальный, мрот и прожиточный минимум сравнить просто, то мрот 5200, а прожиточный минимум 7900, и то 7900. Я даже не знаю, надо жить на улице, чтобы 7900 тратить на еду, похоже, так это. В условиях улицы, да, 7900 можно прожить, но опять 200, это значит, уже человек не проживает даже на улице. Ну, мы видим, что население, как бы, Российской Федерации сокращается, конечно, компенсирует, там, приезжие, ну, хотя нам обещают, все, жизнь у нас будет улучшаться и будет все дольше, ну, и вся эта статистика исходит из таких субъективных понятий, как предполагают, что мы будем жить 80 лет. Ну, чтобы предполагать, надо что-то делать, блядь. Ну, опять же таки, Конституция, экзот, это мы видим, что ничего не делает, да? А то, что если сравнить заработную плату, допустим, в России средняя заработная плата 18 тысяч где-то. Я знаю и меньше, конечно, но средняя, она на то и есть, средняя, что от самой большой до какой-то это. Хотя у нас самые большие зарплаты даже официально опубликуются в Российской газете, это вот все советы директоров наших всяких крупных компаний, государственных компаний, которые... Это, вот, перед самым бедным, там, 3 миллиона 700 тысяч где-то в РЖД и 5 миллионов в месяц, до 25 миллионов это в Роснефти где-то, хотя глава компании там, конечно, не публикуется, Но мы должны себе немножко представлять, что то, что мы хотим просто нормально иметь и время, и материальные какие-то блага для развития, рождения детей и воспитания, Это даже не какие-то заоблачные мечты, это не какие-то безосновательные аргументы и так далее. У нас все очень основательно и вообще у нас научные конференции не так просят. Мы все с точки зрения политэкономии рассуждаем. Так что, прям даже очень непонятно, когда наши рабочие, какие-нибудь там берут, смотрят, им это все кажется много или еще чем. Как много, когда вот какую-то неправильную позицию занимает. То, что есть люди, которые за ваш счет живут, и они не стесняются все 25 миллионов выбивать зарплату. Почему можно стесняться 230 тысяч зарплаты там считать нормальной? Даже не можем требовать за уши тянуть, что они нам дайте такую зарплату, еще очень мы должны к ней стремиться. Люди не понимают даже, по какому унизительному положению даже вообще во всем мире. Мы такие места занимаем, последние. По производительности труда, по внутреннему продукту, по зарплате. К нам даже стремится и заграничный капитал и так далее. Почему? Потому что рабочие силы дешевые настолько, что похоже за людей не считают. Ну, третьего мира только как назвать. Ну, в этом, наверное, наша вина тоже есть, потому что надо как-то, пора, осознавать, бороться за свои права. За повышение заработной платы. Тем более, если говорить, что у нас нет демократии, у нас есть демократия какая-то. Мы здесь сидим, разговариваем и говорим все, что угодно, в принципе, в рамках допустимого наше законодательство. Мы ничего такого не говорим плохого, все только хорошее. Но, в свою сторону, к сожалению, такой устроен мир, что есть собственник, который свои интересы. Есть те люди, которые их хормят, у них свои интересы. И, к сожалению, наши интересы, они не совпадают, они прямо противоположны. И мы немножечко должны с этим что-то делать. А это вообще связано и с безопасностью даже государства, в принципе, можно сказать. Так как наши дорогие олигархи, там и собственники, и так далее, все как-то не очень заинтересованы в развитии вообще производства. В закупке новых станков, оборудования и так далее, сокращение рабочего дня, увеличение зарплаты до стоимости рабочей силы, а не просто зарплата. Зарплата – это то, что сейчас, на данный момент, это такое явление. Вознаграждение. Ее называют вознаграждением, да, сущность-то она немножко в другом, вот в этой табличке. Как бы то, что необходимо просто для самой обычной нормальной жизни человеку. Не для существования, чтобы он завтра просто смог прийти опять на работу, а тоже пожить немного. Не надо у нас отбирать наши права, вот эти вот, и время, и материальные блага, то есть и нашу жизнь. Сегодня я пообщался с шахтерами, он сирный Урал, я вообще не представляю, мне кажется, их там просто убивают такими условиями. Никаких средств защиты, не это все за свой счет, а там пыль, грязь, давление, организм изнашивается быстрее, чем у нас, нас во много раз. Я думаю, это даже надо привлекать, наверное, тех работодателей, которые в таких условиях заставляют приносить прибавочную стоимость там людей. Это уже у нас запрещено, конечно, запрещена эксплуатация, не эксплуатация, а... Заянный труд? Рабовладельничество, получается. Пример, денег, но называется по-другому. Да, если хочешь аспиратора за свой счет, если хочешь, это за свой счет. Деньги небольшие. Режим работы довольно-таки напряженный. Я говорю, может быть, у вас там короткие рабочие деньги, там 7,5, а все равно приходишь во столько. Может быть, у вас не считается вот это, нет, все там, это, нет, все считается, то есть, шахтеров вообще, за них надо работать, задателей привлекать в уголовную ответственность, я считаю. Так, вот мы, чтобы немножко как-то, может быть, более серьезно относиться к понятию, что такое цена рабочей силы, я хотел, может быть, даже как-то людям в глаза, чтобы они запечатлели, что такое вот рамы, что их не трудно. Это вот, это рабочий день, это человек вырабатывает свою стоимость, как товар, так как при капитализме рабочая сила, это есть товар. Так как при товарном производстве, где рабочая сила является тоже, товаром это и есть капитализм, а при капитализме все есть товар, все продается, все покупается абсолютно. И люди просто продают то, что у них еще не отняли, это невозможно как-то отнять, хотя и посредством отнятия здоровья можно, конечно, и это отобрать, что в принципе делать потихоньку где-то местами. Это необходимое время, вот необходимое время, которое мы зарабатываем там за 2-3 часа, окупаем свою зарплату по договору с работодателем. Это прибавочная стоимость, все остальное время мы работаем вот это, вот работодателем, это прибавочная стоимость, мы вот так просто прям будем. И люди, сколько вы не работаете, сколько вам говорят, вот удлините рабочий день вот сюда вот, да, ну удлинили вы рабочий день, вот такая стала прибавочная стоимость. Но вы учитываете один факт, что мы на сегодняшний день, свою стоимость, вот наша стоимость, мы ее не зарабатываем, если мы должны 235 тысяч, а у нас средняя 18, во сколько раз мы получаем меньше? То есть наша зарплата где-то вот здесь вот, даже меньше вот, вот здесь, ну вы удлинили рабочий день, сделали там, а собственник вот получил прибавочную, а вам он прибавил вот здесь, 2-3 тысячи. Ну мы еще удлинили, вот там на километры уже пришли немощные домой никакие, взяли, убили свой организм все они, но вам еще вот столько прибавили. Вы до своей зарплаты никогда не добежите, то есть до своей стоимости, как рабочая сила, как для товара рабочая сила, которую продаете, вот этими удлинениями вы никогда не добьетесь. Вот эта вот схема, она не придумана, она ничего, она природой была создана, была открыта просто великими теоретиками в политэкономии, да, и ничего с этим не сделаешь. Потому что можно наращивать, ну самая выгодная форма борьбы за свою, за стоимость своей заработной платы, это профсоюзы, активные действия организованные. Класс должен организовываться, как-то пропагандировать свои идеи, призывать, агитировать и так далее. Конечно, профсоюз, вот, один из эффективных таких средств на данный момент. Тем более, такая схема пока есть, есть еще и другая схема тоже есть. Вот здесь ноль. Вот здесь цена. Это цена всех товаров. Они же все продаются товары по нормальной стоимости, то есть цена нормальной стоимости, вот она. Рабочий работодатель хочет, ну любой спекулянт, кто угодно там хочет продать. От нормальной стоимости, вот такие скачки есть, да, всегда скачки. Это закон стоимости, его как не мог, когда-то до конца сложно понять было, пока я вот эту схему не представила. Я думаю, лучше нарисовать, чтобы все поняли, что такое закон стоимости. Вот. Наша цена рабочей силы должна быть вот здесь вот. и товара, но товар чуть выше продукции, которую мы производим, пусть чуть выше продает, то есть. Ну, наша, ну, это теоретически должна быть здесь, но она никогда здесь, допустим, не будет, но мы должны приблизиться хотя бы сюда. Но у нас она вот к нулю приближается, где-то мы вот здесь пока на данный момент. Вот. А пока наша цена вот здесь, а зачем производителю мы говорим о развитии производства, о закупке средств производства, обновлении, усовершенствовании и так далее, производительность труда, то есть. Ну, а какая производительность труда, зачем нужна, если наша цена ничего не стоит, человек, человеческая жизнь, по сути, ничего не стоит. Вас можно нанять, 50 человек, вы выкопаете яму, сегодня 2-3, там кто-то, может, помрёт, но ещё наберут. Вместо того, чтобы трактор купить. Чтобы трактор купить, наша цена должна подняться вот сюда вот, хотя бы где-то вот здесь. Должна быть. Тогда да, ну, рабочая сила стоит дорого. Собственник скажет, ну, надо как-то механизировать. Есть возможность извлекать прибыль, богатеть, ну, за счёт уже техники. Ну, по крайней мере, человек станет человеком. И когда человек будет бороться, и цена его будет стоить вот столько, это уже будет сильная организация, и люди... По-одиночке очень легко людей, как бы, вообще увольнять, брать, не брать. С ними можно делать всё, что угодно. Пока мы разобщены, пока нет профсоюзов, пока РКР, может быть, немногочисленней. Как-то люди ходят не на РКР, а на выборы. Ну, сложно представить какой-то другой ситуации, которая бы как-нибудь позитивно повлияла на эту схему, да? Чтобы мы приблизились к цене рабочей силы. А профсоюзы организовать оказывается очень просто. И необязательно где-то регистрироваться, кому-то заявлять. Даже не то, что необязательно, а не нужно никому заявлять, особенно руководителям, там, каким-то водящим органам ещё. Это можно хоть два-три человека между собой собрались, договорились, записались. Тем более, на фоне рабочей академии есть все материалы, уставы и так далее, коллективные договоры. Могут есть телефоны, могут проконсультировать. Просто записали, кто вступил. Ну, пока, наверное, там не нужны никакие взносы, там, три человека, да. Но эти три человека должны потихоньку разговаривать. Может быть, даже если там очень жёстко, камеры, всё, если кто-то боится, можно разговаривать даже со своими товарищами, коллегами за пределами территории где-то об этом. И вот, отец, другие, имена, должна быть какая-то церковная реакция. И тогда, когда уже 51% у вас вдруг в вашем листочке окажется работников, вы уже можете и кол договор принести директору, и составить группу, которая пойдёт договариваться, и так далее. И открепить этих людей от работы, там, со средней изделиями, и уже заняться серьёзной борьбой. Конечно, сложно, когда меньшинство людей где-то борется, другие на них смотрят или говорят, ты сходи, я там, это у нас. Есть такой товарищ, который один бьётся, его ругает, там уже директор, хотя есть профсоюз, но с ним все боятся сходить, хотя я не знаю, почему боятся, если есть профсоюз, есть там 5 человек или 10 хотя бы пришли бы к директору разговаривать. Но они все отсылают его одного, никто не хочет. Вот это вот, конечно, надо перебороть этот мандраж, и я думаю, 5-10 человек, если бы заварились к директору с одним вопросом серьёзным, и не из потолка взяли, а с документами, со всеми делами, уже подкованы. Я думаю, как-то делом бы столкнулось с мёртвой точкой. А то, что у нас в России очень низкая зарплата, в этом даже РПЦ говорила на одном своём соборе. Но, к сожалению, молитвы не дошли, похоже, мы чувствуем по себе, да, так, как куда надо. Мы ни выбора не дошли, ни молитвы, мы опять предоставлены все сами себе. И мы дело спасения рабочего класса, это дело рук самого рабочего класса. И никто за нас никогда ничего не сделает, не поможет, кроме как сами. Иногда, конечно, и смешно, и неприятно. То, что неприятно в смысле то, что люди до сих пор ещё так глупо размышляют. Приезжаешь, когда на работу, или там спрашиваешь, ну, когда там революция, или когда там зарплата поможет, или ничего. Я говорю, когда ты перестанешь такие глупые вопросы задавать, а что-нибудь скажешь, чем я могу помочь, там, или ещё чем-то. Тут как-то, мне кажется, к сожалению, мы сейчас на такой зачаточном состоянии и крыла своего борьбы, когда она у нас идёт ещё пока идеологическая борьба. И мы вот пытаемся донести до умов людей, своих же коллег, своего же класса, то, что нужно думать немножко как-то не на уровне бытового здравого смысла. То есть не думал никогда, а вдруг вопрос встал, раз, и у меня мнение есть какое-то. Откуда оно есть мнение? Но оно есть, ну, скорее всего, из вакуума, или из телевизора какого-то, то есть зомби-ящика, там, 24 часа в сутки, неадекватные формы поведения, можно только увидеть, больше ничего. Лучше их не смотреть. А эти схемы, вот, пожалуйста, капитал можно прочитать, или на фоне рабочей академии что-нибудь по теме, по любой интересующей вас теме, зарплаты, сокращение рабочего дня и так далее. И это наша жизнь. Наша жизнь не телевизор, не те разликухи, которые нам не, так называемые, нематериальные формы стимулирования на работе предлагают, или еще что-нибудь, корпоративный дух, там, всякую чепуху и так далее. Ну, какой корпоративный дух, когда у людей не хватает нормально, там, заплатить за квартиру, там, починить, конечно, еще что-нибудь. Когда из них кругом доет, доет, доет. Обратите внимание, каждый знает тоже, наверное, вот сколько раз такие разговоры. Вот хотел накопить, раз, бах, вот это, вот это, вот это, вот это сломалось. Бах, налог, пришел штраф, пришел еще еще. У нас все люди преступники практически, получается. Кто-нибудь вот штрафы доплатит какие-то. Ну, это же преступление, штрафы. Ну, административные, неважно, а есть и уголовные. А какие уголовные, вы посмотрите, тоже, это же украла куртку, украла одежду, украла еду, бабушка сырок украла ее, чуть не убили там вообще эту бабушку, бедную. Это же кошмар. А если у нас будет расти производительность, если наша цена будет не возле этого нуля проклятого, а где-то вот возле нормальной цены, это решит огромное количество проблем и вот этих вот преступлений. У нас 90% преступлений просто, они перестанут существовать. Люди не воруют, потому что они родились воровать. Люди воруют, потому что их заставляет нужда. Нищета. Нищета какая-то, я не знаю. Или то, что заработать намного сложнее, чем что-то украсть. Или даже найти работу. Но не у каждого человека такой менталитет сопротивления есть такое, что я никогда ничего плохого не сделаю, буду искать, до последнего умру, но нигде булку не украду. Я не знаю. Мне кажется, все-таки если человек не поест 2-3 дня, он пойдет и украдет булку. Хотя, опять же-таки, благодаря тому, что мы на такой точке низкой, малоактивный, нету профсоюзов. Ну, не то, что нет, у нас есть профсоюзы, есть боевые профсоюзы. Это и докеры, и мы на них должны равняться, брать пример. Я видю спечеры. Если мы будем на них равняться, мы, наверное, сможем немножко тоже как-то все это поднять до уровня цены, рабочей силы, своих зарплатах. И с преступлениями вопросы решить. Спокойнее будет по улице гулять, детей отпускать и так далее. Может быть, уже не так будет легко покупать человека тоже. Сейчас человек, как расходный материал, мы просто... Прибыль для них на нас смотрят, как какое-то сырье, которое в каком-то котле варится, там, в своем, само по себе. И вот оттуда периодически надо выгребать золото там, а ничего. Мы не сырье, не материал. Исходя из того, из нашей же Конституции, из той приоблады, которая вначале сказала, мы такие же равноправные граждане. Но равноправие, оно должно в чем-то, наверное, как-то себя проявлять, в чем-то быть, как-то его должно быть видно. Но раз его не видно, нужно тогда борзеть. Тоже как борзеют. Берут вон эти, делают себе зарплату по 25 миллионов. А не заставляют людей вымирать. Ведь когда не думает, человек себе делает зарплату такую, какую хочет. Я не думаю, что он может аргументированно обосновать какой-нибудь такой схемой научной, доказанной, если признанной во всем мире, что вот ему нужна зарплата именно 25 миллионов. Я вот сомневаюсь, что мне может доказать это. То, что он собственник. Тем более, в нашей буржуазии вообще сложно сейчас развиваться как-то, потому что есть такой фактор небольшой, вот я хочу сказать, что все содержит в себе какое-то свое начало. Вот в каждом человеке есть бабушки, дедочки и так далее, про бабушки, правильно? Вот на уровне генов, вплоть до какой-нибудь там молекулы, когда было все едино. Так же и в процессах, в явлениях там, в каких-то это заключается. Если, допустим, на Западе буржуазии она развивалась, она из каких-то инженеров, каких-то там еще каких-то предпринимателей активных, которых мечты развернуть свое производство, развить его, монополизировать, может быть, даже весь мир, может быть, это и неплохая идея в рамках там государства, одного человека или чего-чего, да, это не было. Но, к сожалению, наш капитал, нашим буржуазии, она как бы, это не инженеры, это не технологи, это не какие-то альтруисты, которые тогда что, которые просто взяли, разорвали государство, хапнули чужое, наше, свое, и у них мечты были только хапать, хапать, воровать, воровать. И, к сожалению, это передается по наследству. И никак мы не решим вопрос развития производства, если мы не будем бастовывать. Так что, товарищ, призываю вас к активности. Нельзя быть пассивным. Марс говорил, что самая страшная болезнь человека – это пассивность. я в камеру, для товарища остальных. Что-то ты убежал в вопросах к докладу. Да, в вопросах к докладу. Какое предприятие такое сделать? Пробую. У нас немножко просто зажравшийся коллектив небольшой, хотя 200 человек, но у нас рабочих процентов 10. И те, часть в белых халатах, часть вот механички, механички вообще, вот как я, там человек раз, два, три, четыре, пять человек. И люди очень немножко так как-то ко всему этому относятся с улыбкой, хи-хи, ха-ха. Я говорю, у нас очень, я когда имел в виду не материальные виды стимулирования, у нас вот этого много всего. И люди весело живут как-то. У нас есть спортзал, у нас там еще какие-то мероприятия организовываются и так далее. И люди, им кажется, что они счастливы. Хотя они кажутся счастливы, но каждый день я слышал сплошную рубль, что маленькая зарплата, что не хватает денег на это, надо уносить его 50. Я говорю, ну ты разговариваешь, ты что-нибудь сделал, чтобы что-то по-другому было? Активные действия какие-то есть у тебя? Ты в партии, может быть, какой-то или еще что-то? Нет. Ну хотя бы в партию надо вступать. Работы много в партии. Если на работе бояться, например, вступил, я не боюсь здесь ничего говорить. А на первый вопрос? Первый? Предложение ваше. Предложение? Да. Ну самое эффективное, это организовать по возможности профсоюзную работу. Тем более, вот есть такая форма, то что не обязательно нигде не регистрироваться ничего и даже не есть. не нужно никому не докладывать, вы уже будете официально. Государство, в принципе, считает вас организацией. Ну потихоньку работать с коллективом. Я работаю, насколько могу, но тяжело. С инженерами. Успехи есть. Успехи, вот товарищ один здесь есть, вот это, пока. Такой мой маленький, маленький, наверное, успех. Да. Вот. Надеюсь, на большее. Ну, давайте, что регистрироваться не надо. Раньше не надо было регистрироваться. Два человека собрались, и они уже профсоюз. Теперь давно уже вышел закон, что регистрироваться-то надо. А когда давно? Ну, я не могу точно сказать. Это в 90-е годы, вот когда началась демократизация вся вот этого. А теперь любой профсоюз должен быть изрегистрирован. Если он не зарегистрированный организацией, он ни организацией не поставит, ни государства. Пока у вас нет. И с вами никто разговаривать не будет. Ну, конечно, если вы придете, там, коллектив пришел к этому начальнику, сказал, да, начальник тогда будет. Да вы зарегистрированы или не зарегистрированы? Пока у вас нет 51%, вам нечего с директором разговаривать, понимаете? Я с вами не согласен. Если придет 20 человек, но директор знает, что этим людям коллектив верит, он вполне, эти 20 человек вполне, не 51%, а эти 20 человек в большом коллективе, он с ними будет разговаривать. А если придет так вот... Борьба не имеет никакого-то стандарта. Вы можете как угодно и двадцатью бороться пытаться. Это все индивидуально, понимаете? Есть люди какие-то немножко вот с малодушкой чуть побаиваются или все что-то. Может быть, у них сильный там режим жесткий или еще что-то. Где-то... А им нужен 50% про один процент. Где-то немножко полиберально так с людьми относятся. Это все индивидуально. Я с вами согласен, можно и сколько угодно прийти, и трем человекам прийти, и что-то требовать. Главное, что получится. Вот, у нас же цель главная, ее достичь, а не просто давайте будем пытаться вдвоем, а давайте пытаться втроем, а давайте здесь... Нет, ну, есть, понимаете, уже статистика, есть уже определенный опыт и уже боевых профсоюзов, и западных профсоюзов. У нас товарищ недавно ездил, вот, в профсоюз, завод Сиат в Испанию, там профсоюзы 11 тысяч евро получают люди, добились с ними. Вот, хотя, допустим, в Америке намного меньше даже, там, средняя зарплата на Фордах, это... И даже директор там, араб, он говорит, я не пойду к ним туда. Говорят, а что ты боишься? Говорят, они мне надоели, они с меня все время что-то требуют. Говорят, вчера, неделю назад с меня аквариум большой потребовали, чтобы там поставил где-то, у них раздевал. У них хороший раздевал, как было, и так далее, условия труда. То есть, вам есть к чему стремиться, с кого брать пример. И вопрос ваш правильный, и можно щупать, конечно, пробовать, то есть, заявлять, получится, вы заявите о себе, да, своими требованиями. Это риск, вы можете рискнуть, то есть, ну, кто как, кто захотел рискнуть, рискните. А кто не хочет рисковать? Ну, люди не хотят рисковать. У нее последняя работа, вот на нее, допустим, держится очень много и элементы, и еще ребенок, и жена нерабочая, и так далее. И у нас с работой очень трудно. У нас, несмотря на Московскую область или Москву, люди бегают ищут, за 30 тысяч зарплату хотят найти. И с трудом, где-то 40, там. Все надо по знакомству или как-то. Не очень все просто. Надо, надо. Ну, просто, если вы хотите, чтобы у вас как-то было более эффективно, дождитесь, то есть, 51%. Ну, как, не дождитесь, я неправильно вырезался, нужно работать в этом направлении. Я пытаюсь работать, я вот говорю, я, можно сказать, в камеру говорю своим товарищам, это не значит, что я боюсь на работе. Я на работе газеты раздаю, я на работе, вот, видео разошлю по адресов, я там, хитрыми путями людей помыть, почтовых ящиков. Я ему авторассылкой, бывает, шлю такие вещи, вот, которые должны наталкивать на мысли по возможности. 31% вам долго придется ждать. Возможно. Очень долго придется ждать. Это беда. А вся штука в том, что народ-то, он как-то так вот своим лидерам доверяет. Вот о чем шла речь. Что если лидеры придут. Ну, если лидеры уволят, что вы хотите тогда говорить? Не уволят. Если народ доверяет, не уволят. А при чем здесь народ и, собственно... Я имею в виду товарищей, которые под нашим словом народ. Поддержка? Я понимаю, что народ... Не, ну, они поддержат. А? Поддержать, поддержать, но уволят все равно. Деньги, это нам, что они есть. Замечательно. А здесь можно? У нас не предусматривает такой диалог. Задал вопрос, получил ответ. Сказал спасибо, сел. Хорошо. Беседу не надо переначивать. Все. Здесь выражение вышло. Еще вопросы есть? У меня вот вопрос. Вы говорите о 51%. А знаете ли вы примеры, когда небольшой, но боевой профсоюз, альтернативный, к НПР-овскому, добивался больших результатов? Вы вообще вот этот опыт изучали? Мне кажется, что у нас тут сейчас явно идет недостаточная пропаганда, профсоюзный раунд. Ну, то есть вам известны такие опыты? Цифры я прочитал «Экономическая и политическая борьба», которые как раз по профсоюзам, но цифры я забыл просто. Кайф. У вас был вопрос. Ну, я про них и сказал, что с них надо, например, брать камеры. Но со своей спецификой. Климов, Дмитрий, рабочий по ремонту зданий, город Саватов, издательство «Слово». Хотелось бы узнать, а есть ли какие-то документальные, что ли, вот если я приду, допустим, какие-то подтверждения, если я приду к работодателю и скажу, вот моя рабочая сила, так сказать, она стоит вот столько. А чем я могу это аргументировать? Ну, скажут, кто тебе сказал, вот я тебе плачу, это того и стоит. Есть ли какие-то документальные расчеты, ну, относительно, допустим, каких-то там продуктов или еще чего-то, ну, как-то вот это кто-то расчетит? Ну, я вот в самом начале это показал. Нет, я не читал. Расчет. Расчет. Это вот расчет стоимости рабочей силы. Самое наглядное, это те продукты, которые вы должны потреблять ежедневно. Ну, я не читал это. Более наглядно как-то, я не знаю, как более наглядно можно директору объяснить, что вам нужно есть. Нужно ездить на работу или еще что-то. Нет, ну, положим, что у меня директор, он меньше получает чем-то написанное раз в два. Но не в этом дело. Нет, допустим, аргументировать мое повышение, ссылаясь на какие документы. Вы можете ссылаться на эти же документы, но просто сказать, что вот как бы ваши зарплаты требуют повышения, понимаете? Так как есть инфляция, есть там так далее, есть все эти процессы, которые заставляют вас двигаться в этом направлении, повышать свою зарплату. Стоимость своей рабочей силы. Да у нас даже есть статьи, как бы, да, в Трудовом кодексе, которые просто обязывают работодателя повышать реальное содержание вашей зарплаты. То есть это 134-я, по-моему, да. То есть реальное содержание вашей зарплаты, это не номинальная ваша зарплата, это та корзинка, которую вы берете каждый день в супермаркете, она должна расти, понимаете? Начинаете, сколько там заплатил этой стоимости. То есть стоимость, она, ой, цена, цена к стоимости вашей реального содержания вашей зарплаты не имеет отношения. Номинально там у нас, все, у нас, если вы включите телевизор, у нас номинально там все классно, у нас подъем здесь, там все, цены дали, выделили столько денег на развитие. А что на это получится, это уже второй вопрос. А реальное содержание зарплаты, рабочей, ну, реальное содержание зарплаты, это вот ваша корзинка, которую вы можете купить каждый день. Если даже у вас директор меньше получает, ну, а вы уже давно ничего не получали, повышение никаких, то какие-то динамика должна быть все равно. Ну, это тоже аргумент. И та же 134 статья Трудового кодекса, это аргумент, то, что он обязан это делать. К сожалению, эта статья не подкреплена никакими там санкциями, ответственности нету за нее. Потому работодатель, конечно, может, не то, что и может, они из-за этого ничего и не делают. Но как аргумент, то, что надо бы, это да. Если не до этой стоимости, и ваш директор меньше получает, хотя я не знаю, он меньше получает, по какой причине, откуда вы это знаете вообще? У меня нет точных данных. У меня данных тоже нет, сколько мой директор получает. Вот эти схемы и то, что вы сейчас предлагали, это больше, наверное, для понимания самими рабочими? Это для понимания. Должны ли мы вообще работодателю всю эту кухню? Работодателю нет. Озвучивать? Нет. Это целевой ориентент, правильно? Нет, это да, да, да. К чему мы должны стремиться? А приходить через... Просто тяжело с людьми разговаривать, которые не понимают, что такое цена рабочей силы, и что такое стоимость. И все-таки как-то иногда схематично немножко как-то может засесть у человека в голове, и он может с этой схемы просто... И очень легко оперировать ей. Спасибо. Еще вопрос? Так. Представление. Габдулин Марат, Москва, спецстроитель, инженер-наладчик. Какими еще гарантиями должны быть обеспечены права трудовые, в том числе, конституционные? Ну, помимо тех, которые есть у него гарантии. И еще расшитый вопрос. Как вы вообще понимаете слово «право»? Как я понимаю, есть вполне четкое определение, что такое право. Право – это воля господствующих классов, возведенная в закон. То есть, оперировать к правам, как-то, знаете, это немножко некорректно в нашем случае, так как право – это диктатура абсолютно другого класса, к которому мы не имеем никакого отношения. То есть, к праву, к сожалению, мы можем как бы пользоваться им по мере возможностей, как аргументом. Ну, а давить-то все-таки приходится просто организовывать в коллективы и противопоставляя одной силе, просто другую силу. К сожалению, в нашем мире все решает сила, вот и все. Ну, как аргумент, как преамбула, она, знаете, все-таки может служить каким-то базой для разговора, для аргумента. Откуда я его взял, аргумент этот? С потолка выдал, нет? Из вас же уже право. А уже компромисс вот этот? Дам я тебе зарплату, не дам зарплату? Или это уже немножечко надо давление оказывать, так сказать, помощь буржуазии, развиваться. А то они совсем расслабились, как жирные коты лежат, ничего делать не хотят, и только деньги туда-сюда переливайся, одного счета на другой миллион нет. Еще вопрос. Все, спасибо за внимание. Кто-то, может, хотел бы выступить по данному вопросу. Ну, можно уточнение, просто некоторые объяснили. Уточнение какого плана? Борьбы в списке маленького и на борьбов в пространстве. Да? Пожалуйста. А какого имени? А какого имени битю? Я имела в виду, вот тут не только докеры были. Здесь у нас были такая, как из Невиномысского азотного комбината. Там был довольно большой, ленивый по-энперовски профсоюз, который объединял те самые 51%. Но дело в том, что там существовала такая вещь, как недоплата рабочим за полагающиеся им за вредность дополнительные отпуска. И, в общем, люди об этом как бы не подозревали очень долгое время, пока одна из активисток профсоюзных не разобралась в законодательстве и подала в суд. И она этот суд выиграла. Но фенперовский профсоюз не стал этим заниматься, а к ней потянулись люди. И, в общем-то, на этой вот волне, когда они начали выигрывать несколько подряд процессов, образовался костяк нового профсоюза, который начал выдвигать требования, чтобы положенные по закону компенсации за недополученные отпускные дни за дополнительное питание были выплачены. А поскольку там были, это единственный вообще был в современной нам России завод по производству каких-то стратегических вещей, вот, там не было возможности особенно их давить, вот, они тоже воспользовались частично, еще и безграмотностью и расслабленностью хозяев, когда вы, вот, внезапно выиграв несколько дел, набрали вот эту вот массу небольшую, этот маленький профсоюз начал выдвигать совершенно понятные и совершенно, как сказать, неотбиваемые требования. У них там был свой доморощенный юрист, который все это делал, и они набрали массу, с ними начали считаться, хотя они не составляли 51%. Вот они сюда приезжали и рассказывали о своей борьбе за аттестацию, значит, рабочих мест. Тогда еще не было САОТа, была аттестация лет пять назад, да? Вот. Они рассказывали о том, как они организовывали требования и добились того, что их профсоюз давал согласительную подпись в коллективный договор, потому что они совершенно явно поддерживали не только тех, кто входил в их маленький профсоюз, но они боролись за права вот всего трудового коллектива, понимаете? А главное, что они вот эти дела так тщательно готовили, они так разговаривали с каждым. Это, кстати, говорит, опыт докеров, что они прежде чем объявить забастовку, они доходили до каждого члена бригады и объясняли. Вот когда завод этот начали дробить на мелкие предприятия, отделять там хозяйственные службы, отделять там вспомогательные службы, на которые не должен был распространяться, например, коллективный договор, они с каждым сотрудником, который должен был отойти вот в другую организацию, проговаривали, на что они не должны соглашаться, и вот за счет того, что все люди были оповещены и, в общем-то, стали монолитно поддерживать это требование, им удалось распространить этот коллективный договор на отделяющиеся вот эти вот маленькие частные предприятия. То есть это была большая победа. И когда вот хозяева поняли, что вот в открытую им не справиться с этим маленьким профсоюзом, они начали пользоваться ФНПРовским профсоюзом как, ну вот как штрихбрихерами в какой-то роли. Начались инсинуации. Может быть, вы видели, публиковались народные правы, например, точно такие же действия в отношении профсоюза летного состава, когда летчиков обвинили там, что они готовили взятку. Известно, например, что борьба вот ребят-шахтеров из алмазодобывающей отрасли, значит, они слишком тоже активно начали, дошли до забастовки, там просто подкинули наркотики одному из профсоюзных, как это сказать, активистов, да, руководителю профсоюза. То же самое было в Норильске. Там был Норникель, огромный комбинат. Там при акционировании сначала у всего коллектива, ну, вы этого, может, многие ваши не помнят, ребята, были такие схемы, когда сначала акции доставались всему коллективу, а потом руководство потихонечку это все перетаскивало в одни руки и создавали тогда уже дочерние предприятия, которые начинали владеть всем, а рабочие оказывались без дивидендов, которым там на обещи бы еще бывали. Не вкладывалось ничего в технику безопасности, эксплуатировали до последнего щиты проходческие. Там тоже начались смертные случаи. И там тоже был создан вот такой же маленький профсоюз защиты, небольшой, но который четко, вот понимаете, вот каждый раз в борьбе надо четко видеть вот ближайшую цель и свои возможности, и хорошо разобраться в болевых точках вот своего предприятия. На что вы можете нажать? Почему докеры в свое время так победили? Они были как бы впускными воротами в Россию, да? Через них проходили грузы в обе стороны, и простой одного корабля стоил огромных убытков хозяев импорта. Вот. Такой возможности, например, не имели те заводчане, у которых заводы просто банкротили, чтобы их развалить. Какая может быть забастовка, если завод специально банкротит, чтобы его остановить? То есть были неравные условия, но если человек разобрался, можно было бы в условиях локаута добиваться. Вот, кстати, вот на ЗИЛе, Василий Иванович мог бы рассказать, там то, что они пользовались тем, что завод ЗИЛ огромный, и это столица. И в столице не могли власти допустить никаких сильных волнений, и поэтому Лужков выделял какие-то... То есть вот надо всегда хорошо прочувствовать обстановку. И тогда, кроме силы массы, да, Вас поддерживающих, которая очень важна, еще силы знания и сплоченности. Вот это вот мы тут мало говорим сейчас о солидарности, и о солидарных действиях в поддержку. Семь минут. Да, заканчиваю. Но вот эта солидарность, она тоже одна из важнейших вещей, как внутри коллектива, так и между коллективами. Собственно, мы тут собираемся именно для того, чтобы друг друга солидарно поддерживать. Вот. Как сейчас, например, мы поддерживали казахстанских шахтеров, которых расстреляли. В свое время был, значит, под Ленинградом. Ленинградом. Из вашего выступления следует. Ребята, не надо бодаться, все равно гоняться один. На балу. Вот. Значит, что прозвучало? Значит, экономические условия. Вот они единственные ворота в страну, поэтому они... Они не поэтому, они потому, что организованы были, их меньшинство, и они, получив доверенности от всех, от имени всего коллектива выступали. А потому, как они организованы, не могли это делать. Вот. И устойчивость организации, устойчивость лидеров, безбоязненность лидеров держалась как раз на том, что люди им верили, люди поддерживали, люди знали, что это их организация. Вот что главное. И устойчивость и сила, мощь организаций в организованности, в единстве. Значит, завод «Электромаш» был записан в 93-м году в список подлежащих уничтожению предприятий. Уничтожили его в 2013-м. 20 лет мы завод держали, не вникая, не обращая внимания на какие экономические сложности, трудности и так далее. И удержали завод до того, что он оказался работоспособным после закрытия на его базе, пусть небольшое, но предприятие, действующее, работающее. Понимаете? Все зависит от того, как коллектив организован, как коллектив понял свои задачи и свои возможности, самое главное. Самое главное – возможности. Мы здесь, по-моему, уже неоднократно рассматривали этот вопрос и всегда приходили к одному и тому же выводу, что организацию разгоняют тогда, когда организация плохо организована. Вот когда есть единство, когда есть в организации организованность, тогда организация будет устойчива. И ни одного лидера никуда не выгонят, когда за ним стоит коллектив. И неважно, маленький профсоюз, большой профсоюз, маленький профсоюз – 20%. Это уже очень много. И еще 40% они взяли доверенностями на право введения коллектива, скоростных переговоров и так далее. Вот и все. Это организация вполне боеспособная, нормальная, действующая, которая имеет право, полное право на всякие действия. Борьба за повышение заработной платы. Я понимаю, но здесь борьба чего? За повышение заработной платы – очень важный момент. Заработная борьба. А тем профсоюзом? А борьба-то чем? Профсоюзом? Здесь затронули вопрос чего? Поборолись, поборолись, погибли. Почему погибли? Не потому, что поборолись, а потому, что перестали бороться. Вот в чем дело. Перестали. Докеры остановились, перестали бороться за зарплату. Согласились на условия администрации. Что да, ну ладно, вроде мы уже хорошо поднялись, уже можно и это самое. Прослабиться. Все, привет, ребята. И на всех остальных предприятиях, на том же Азоте, все одинаково. Вещь, борьба за заработную плату – вещь непрерывная. Это тоже мы, значит, вот здесь уже рассмотрели вопрос о стоимости рабочей силы. Стоимость рабочей силы. А директор мне согласился, что тут фу на него. Есть аргументы против. Вот наш расчет. Что ты можешь предложить в ответ? Он ничего не сможет предложить. Козырю вас, ребята. Как вы это организуете? Значит, мы на заводе сделали как? Мы включили в коллективный договор поэтапное повышение заработной платы до 2020 года. Это программа 2020 была, помните, наверное, да? До 2020 года, значит, приблизиться. Тут невозможно, конечно, достичь стоимости рабочей силы заработной платы. Но приблизиться можно, но возразить – да нечего. Понимаете, когда положили на стол замдиректора, пока он говорит, что вы с ума зашли. Да нет, мы не сошли с ума. Вот мы посчитали, вот давай ты. Он ничего возразить не может. Понимаете, надо аргументировать неотбойно. А неотбойно – это тогда, когда вы сдаете больше, чем противоположная сторона. Вот. Шесть минут. Товарищи, кто еще хотел бы высказать по вопросу о доведении заработной платы, о повышении заработной платы, достоинности рабочей силы? Никто? Тогда предлагается зачитать проект постановления. Проект постановления Российского комитета рабочих. Борьба за повышение заработной платы, достоинности рабочей силы. Российский комитет рабочих отмечает, что занижение заработной платы по сравнению со стоимостью рабочей силы препятствует развитию и безопасности России. Низкая заработная плата наносит ущерб здоровью работников и членов их семей из-за недостаточного питания, плохой одежды, неблагоприятных домашних условий, отсутствия средств на отдых и лечение. В попытках свести концы с концами многие работники трудятся сверхурочно или на второй работе, решаясь свободного времени, в том числе времени для организации коллективных действий за свои интересы. Поэтому борьба за повышение заработной платы, достоинности рабочей силы является одной из ключевых задач работников, объединенных в профсоюзы. Решить эту задачу можно только коллективными действиями. Российский комитет рабочих рекомендует, первое, при обосновании уровня заработной платы соответствующей стоимости рабочей силы, руководствоваться методикой, разработанной докером ОАО «Морской порт» Санкт-Петербурга при участии в Фонде рабочей академии с целью приближения заработной платы к стоимости рабочей, включать в коллективные договора норму о повышении заработной платы на 5-10% сверхуровня инфляции, увязывать повышение производительности труда на предприятии с повышением заработной платы, осуществлять коллективные действия в поддержку данных требований. Третье. Добавить, добиваться сокращения рабочего дня до 6 часов без уменьшения заработной платы, обеспечивая тем самым повышение по часовой оплате труда. Все гениально, все гениальное просто. На самом деле, да. Уважаемые товарищи. Записываем. В Германии 35 часов. И что? Так у нас-то ее еще нет. У нас-то ее еще нет в 35 часов. Мышление аналогиями это не самый лучший способ. Так, уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять за основу. Кто за, против, воздержавшись. Сегодня все единогласно проходит. Вот даже того, что прописано здесь, не беря в учет коллективных договоров, ни отраслевых соглашений, люди даже вот этой книги даже они не знают. Это вот, вот они права-то какие. И мы даже не пользуемся тем, что прописано буржуазным кодексом. Мы им не пользуемся. Потому что мы не знаем, что здесь прописано. Хотя мы его в свое время отбили, много из чего сохранено, и это благодаря нашим коллективным делам. Я разъясняю просто. А когда открываешь... Все, свет не зря бодались. Эти статьи начинаешь применять... А есть еще другая крайность. Пишут в колдоговор статьи. Согласно статье такой-то, статье такой-то, статье такой-то. Ни в коем случае. Не, ну мы же уже пришли к этому, что нужно тогда целиком переносить. Статьи меняются. Вообще, сегодня должно быть. Но, знать надо. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ